Главный финансовый документ нового Уренгоя претерпел изменения, за них проголосовали депутаты городской думы. Также в ходе заседания они рассмотрели вопросы о единовременной выплате ветеранам, труженикам тыла и тем, кто в годы войны был еще ребенком. Утвердили порядок управления городским имуществом, перечень обязательных муниципальных услуг и условия предоставления людям жилья по договорам социального найма. Отмечу, это заседание завершает уходящий год. Продолжение темы в сюжете. Прежде чем отправиться на каникулы, нужно закрыть текущие вопросы. Их на повестке заседания достаточно. Один из ключевых – корректировки в бюджет уходящего года. Они обусловлены увеличением по различным статьям доходов более чем на 47,5 миллионов рублей. Выросли и расходы. Сумма на дорожный фонд прибавила в весе на 25 миллионов 329 тысяч. Перечисления за кружной казны составили почти 573 миллиона. В частности, эти деньги пошли на реализацию указов президента. В связи с увеличением целевых показателей средней заработной платы, установленных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в сумме 212 миллионов 325 тысяч рублей. На организацию транспортного обслуживания населения выделено 131 миллион 886 тысяч рублей. На ремонт объектов социально-культурной сферы в размере 10 миллионов 518 тысяч рублей. Чуть более 87 миллионов потратят на приобретение автобусов для маршрутов Карачаева и Лимбияхи. Одной из статей социальных расходов станет выплата к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Это деньги не только ветеранам. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, лицам, награжденным знаком жителю благодного Ленинграда, труженикам тыла, вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, лицам, которым на время окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет. Депутаты также утвердили новый перечень обязательных муниципальных услуг, проголосовали за изменение порядка управления городским имуществом. Еще одним вопросом повестки стала корректировка размера доходов и стоимости имущества семей, претендующих на жилье по договору соцнайма. По закону эта цифра складывается из нескольких факторов. Размер стоимости имущества находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению рассчитан исходя из произведения среднерыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, установленной приказом в размере 62 748 рублей и нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма. Планы работы на 2020-й уже известны. К их реализации городские депутаты приступят после праздничных каникул. Павел Прожогин, Андрей Мальцев, Служба новостей, Импульс.